Проект каштавал областному бюджету больше, как 23 миллиарда рублей. Гроши немалые, однако справу зарабили вельми важную. Бассейн працуе у сего некольки дн, а расклад занятков в обеде двух чашах, малой и великой, уже довольно насыщены. Тут займаются выхованцы местовой спортивной школы, якой належит спортивный объект. Уже набрали три группы, однако жадающих на шмат больше, тому отделение плавания будут поширать. Так само тут навучают плаванию школьников, могут корыстаться послугами бассейна и жахары райцентра. Дорогие, ажиотаж с их боку великий, а тому простоевать без правый объект не будет. Людей очень много, желание у людей большое, соскучились по бассейну. Вечерник по два сеанса сейчас, в выходной день три сеанса, но если народ будет идти, понятно, будем увеличивать сеансы и будет гораздо больше. Ця перешние и былы выгляд и стан бассейна нельга пораунать. Зараз гэта сучасный спортивный объект оснащенный новым обсталяванием. Модернизация закранула амалю сё. Капитально адрамантовали обезвеча шаши бассейна. Вентиляцию распранальней замянили сантехнику, утеплили стены будинка. Усталявали новую систему водоподрихтовки. Заявилися тренажерная зала и зала для сухого плавання. Амалю сё выкнано будовниками ПМК-76 Гомельса в Газбуду. Подчас працы было немало нестандартных задач, с якими специалисты поспехово справились. С бассейном, допустим, с такими, как с водоподготовкой, столкнулись впервые. Ну, если люди этим занимаются, коллектив у нас довольно-таки хороший, сплоченный и грамотный, поэтому проблем в этом больших не составляло. Есть у мясцовых уладов планы по модернизации инших спортивных объектов в Житковичах. Перший на Чарзе – городский стадион. Развитие по стадиону, нужно там следующий этап, который мы хотели бы там поработать, сделать наш центральный стадион лучшим. Максим Савин, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомельс» Житковичев.